Программа благотворительного вечера «Добрые сердца» началась с истории подопечных фонда «Родная» семьи 10-летней Даши, страдающей ДЦП, 13-летнего Стёпа с диагнозом «Миопатия Дюшена» и 13-летнего Артёма с редким генетическим заболеванием гиперамонимией. Всем им для поддержания жизнедеятельности нужны дорогостоящие оборудования и медикаменты. Миссия нашего фонда – это формирование культуры благотворительности. Я думаю, что мы к этому очень жёстко подходим, что это мероприятие должно быть именно культурное, что оно должно быть посвящено тому, чтобы человеку захотелось быть благотворителем, потому что ему на самом деле это ценно и важно. Сегодня такая публика собралась. Мы очень надеемся и рады всем гостям, и надеемся, что сегодня конкретно мы соберём очень много денег для того, чтобы помочь как можно больше детям. После того, как меня познакомили с Натальей Александровной, мы с ней побеседовали, то есть я познакомился с сотрудниками фонда, оценил, что это за люди, то есть решил, что мне как-то душевно с ними по пути точно. В моей жизни была ситуация, когда мой ребёнок был на инвалидности в возрасте до трёх лет, поэтому эта тема близка мне и понятна. И то, что организация, в которой я работаю, руководство, генеральный директор, считает правильную благотворительную помощь детям, мне, конечно, понятно, я считаю это, безусловно, правильным, и поэтому я здесь. Приятно видеть большое количество добрых людей, которые пытаются таким образом показать свою щедрость, показать благотворительную помощь фонду «Родная». Проекты фонда «Родная» известны активным участием известных людей в необычных для них амплуа. Безумно, волшебно, и ни току, ни пробу, ни в лад, ни в лоба совершенно. Неспроста, что я пел песню «Волшебника» из «Обогновенного чуда», поскольку каждый из нас может оказаться в непростой ситуации, когда нужна помощь извне. Целый зал волшебников, люди с добрыми сердцами, которые решили осуществить мечту, совершить какое-то чудо для людей, которые нуждаются. Это была мечта всей моей жизни – прочитать рассказ папы. Папа – довольно известный писатель, сатирик Анатолий Михайлович Каламейский. Я помню еще с детства, когда раздался звонок, и на другом конце провода сказали «Здравствуйте, это Кларочка Новикова, а можно вашего папу?» Вот, собственно говоря, с того момента я понял, что читать рассказы моего папы, видимо, суждено только тем, кто может их не только понять, но и донести. Традиционный для многих благотворительных событий аукцион на этот раз проходил с особым азартом. Гости долго и настойчиво повышали ставки за уникальные лоты, в их числе гитара Олега Митяева с автографом автора и антикварная фарфоровая кукла. Это всегда создает впечатление вот такого события, которое, мало того, что оно благотворительное, оно еще красивое, доброе. Сюда я прихожу с большим удовольствием, я понимаю, что делает фонд, я понимаю, для чего он делает, и как организатор фестиваля «10 добрых дел», где фонд «Родная» неоднократно побеждал, я знаю, что это один из тех фондов, которые делают жизнь людей, и особенно детей в Челябинской области. Достойная на том уровне, который можно сделать по любым мировым меркам. Помощь тех людей, которые сегодня собираются, она очень важна. Очень важно делать добро, очень важно помогать тем людям, которым эта помощь нужна, и нужна именно в эту минуту. Каждый помогает от зова души, и не обязательно об этом всем рассказывать. Это твоя внутренняя потребность, которую ты реализуешь, именно помощь трудим. Потребность просто может быть чаще, чем подобные мероприятия. Вот именно к этому надо стремиться. Я очень рада, что сегодня у нас вообще много народу, и это те люди, значит, которые неравнодушные. Этот красивый душевный вечер объединил более ста известных политиков, бизнесменов, общественников и предпринимателей. Те, кто давно участвуют в благотворительных событиях города, наверное, отметили, что челябинцы стали более продвинутыми и активными в этой теме.